Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря не так уж и много инфоповодов, за которыми стоит последить. Но сегодняшняя торговая сессия – это, по сути, последний спокойный день, потому что завтра сразу же нас ждет отчет по инфляции в США, протоколы последнего заседания американского регулятора и движения на финансовых рынках, безусловно, будут значительными, существенно выше средних показателей. Заранее традиционное напутствие, контролируйте риски, это, как и всегда, очень важно. Ну а сегодня, друзья, мы последим за данными по уроничным продажам еврозоны, которые выйдут в 9.00 по GMT. И под закрытие торговой сессии нас ожидает еще два выступления представителей американского регулятора Харкера и Кашкари, которые могут дополнительно уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. За время вчерашней торговой сессии особенно ничего не изменилось, потому что не было каких-то новостных катализаторов. Поэтому мы продолжаем работать с тем фоном, который сложился ранее. Индекс доллара, текущие котировки 102 пункта. Ждем, соответственно, развития нисходящей динамики. Напомню, что инфляция, которая выйдет завтра, показатель индекса потребительских цен за марта, конечно же, напрямую повлияет на действия Федрезерва по процентной ставке по дальнейшей траектории ужесточения монетарной политики. И под вечер будут протоколы последнего заседания. На вопрос о том, какой из этих релизов все-таки будет иметь большее влияние на рынок, я думаю, что, конечно же, инфляция. Потому что, ну как ни крути, протоколы это несколько уже старая тема, потому что это дорожная карта, прописанная, запротоколированная того заседания, которое состоялось месяц назад. Спустя месяц у нас уже было куча инфоповодов. У нас были комментарии представителей Федрезерва, у нас был отчет Non-Farm Parals и будет еще и отчет по инфляции, потому что индекс потребительских цен выйдет раньше протокола. Поэтому я полагаю, что протоколы, как таковые, серьезного влияния на рынок не окажут. А вот инфляция может оказать. Я думаю, вы все вместе со мной следите за показателями индекса потребительских цен не только для американской экономики, но и в целом общемирового показателя, потому что мы знаем, что именно инфляция некоторое время назад, чуть больше год назад, ее значительные показатели роста стали причиной, почему мировые центральные банки решили начать активно бороться с ней, проводя политику высоких процентных ставок. ФРС не стал исключением, но за последние месяцы явно нащупалась вот эта тенденция снижения индекса потребительских цен, что в какой-то момент времени заставило участников рынка начать активнее пересматривать ожидания пиковых показателей по ключевой процентной ставке, потому что все стали осознавать, но если инфляция снижается, этот тренд устойчивый, так зачем тогда американскому регулятору дальше повышать ставку по 50 байсных пунктов за раз и тем самым создавать дополнительное давление на американскую экономику. Это все верно, друзья. По поводу отчета по инфляции, мы с большой долей вероятности можем положиться на прогнозы, которые сейчас значатся. Этот консенсус прогноз предполагает, что индекс потребительских цен в рамках прошлого месяца снова снизился и снижение инфляции может стать причиной, по которой Федрезерв решит, что стоит ли вообще повышать ставку дальше. Ведь ранее принятые решения уже работают и их эффективность очевидна. Плюс ко всему дальнейший шаг, который предполагает ужесточение монетарной политики, может создать дополнительную нагрузку на банковский сектор. И я часто вижу вопросы, как это связано. Все очень просто, друзья. Если американский регулятор повышает процентную ставку, начинают параллельно расти доходности облигаций. А сейчас, когда мы вместе с вами наблюдаем, фиксируем продолжающийся тренд оттока капиталов из региональных банков в США, тут встает вопрос экономической целесообразности, экономического прагматизма. Он заключается в том, что при росте доходности американских облигаций любой здравомостий человек решит, что зачем работать с банковскими депозитами, связываться с ними в условиях нависающего кризиса над всей американской банковской системой, когда можно напрямую вкладывать в американские сверхнадежные облигации. Я надеюсь, что ФРС это прекрасно понимает и не будет создавать дополнительных искусственных или, скажем так, полуискусственных преимуществ для национального рынка долга, потому что в этом случае, увидев рост доходности трежериса, еще больше денег пойдет непосредственно в эти облигации и выйдет из банковской системы. Еще нюанс заключается в том, что многие банки действительно жадничают и зачастую дают показатель ставку по депозитам ниже, чем доходность, которую мы можем увидеть по казначейским трежерис разного периода погашения. Поэтому, резюмируя, с одной стороны, мы ожидаем снижения инфляции и, соответственно, это повод, чтобы ФРС все-таки отказался от намерения дальнейшего повышения процентной ставки. Ну, зачем? И второй момент, связанный с тем, что ФРС может занять в ожидательную позицию, это желание не создавать дополнительную нагрузку на национальную банковскую систему через каких-то, через появление каких-то преимуществ вкладывания посредственно в облигации. То есть, все, что нужно сделать американскому регулятору, пока что не делать ничего. Я это много раз уже говорил, поэтому мне очень интересно дождаться непосредственно майского заседания, которое состоится через две с небольшим недели, и посмотреть за тем решением, которое будет принято. Еще, друзья, в эту пятницу стартует сезон квартальных отчетов. Конечно же, как и всегда, будут первыми отчитываться банки, JP Morgan, Wells Fargo, City. Очень интересно посмотреть за их результатами квартальной деятельности, за показателями достаточности капитала, за ликвидностью. Оценить и сопоставить с нашими с вами ожиданиями того, что на самом деле не все так сладко в американской банковской системе. Пока что я за шорт индекса доллара, поэтому ждем дальнейшего развития исходящего тренда. Золото. Ставка на рост сохраняется. 2000 долларов около того сейчас котировки по этому инструменту рынка драгоценных металлов. Все факторы и причины роста, которые ранее я озвучил, они все актуальны. Рынок нефти, ну, пока не интересен, потому что больше недели уже котировки как приклеены. К 85 долларам за баррель. Что тут обсуждать? Новостной фон за последние дни не изменился. Европейская валюта против доллара. 1,0893 сейчас котировки. Ждем дальнейшего роста. Движение выше отметки 0,9 к цели 1,10. Из вчерашнего новостного фона стоит отметить комментарий члена Совета управляющих Европейского центрального банка класса Кнота, который снова сделал акцент на высокую базовую инфляцию. Она в три раза превышает целевые ориентиры. Это подтвердило, что Европейский центральный банк будет повышать ставку. Сейчас вероятность повышения ставки на майском заседании Европейским центральным банком составляет почти 95%. Я думаю, что уместно даже спекулировать на идею того, насколько она будет повышена, 50 или на 25. Я все-таки сторонник того, что в этот раз шаг может быть более агрессивным. 50 байсных пунктов это вполне вяжется с таким подходом. Верю в рост евро, поэтому цели тоже обозначены. Я думаю, ясны. Доллар канадец. Короткая позиция в приоритете. Рынок труда, индекс активности в производственном секторе, который вырос до 58,2. С 51,6 это максимальный показатель больше, чем за полтора года. Дорогая нефть, высокие цены на нефть, ожидание снижения курса доллара. Это хорошее подспорье, чтобы покупать канадский доллар и шортить пару доллар канадец. Завтра, кстати, заседание Банка Канады. Тоже будет интересно посмотреть за решением, которое будет принято. И по австралийцу, так же, как и ситуация с канадским долларом и с европейской валютой, ожидание роста и движения в районе 0,68. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.